Он будто нарисован от руки и совершенно нереален, а когда-то я его совсем не хотела. Этот сорт для любителей мощных растений и крупных цветов. Даже средний цветок стартует с размера 11,5 см. Его цвет не похож ни на какой другой, его хочется поставить отдельно и любоваться индивидуально. А ведь я его купила всего 3,5 месяца назад. Отсветший акционный орхидей. Купила, пересадила по своим правилам и получила 100% результат всего за 3 месяца. В этом видео я покажу вам лучшие кадры летнего цветения фаленопсиса Sacrifice из пробужденной меристемы на отсветшем цветоносе. И привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. Ну а теперь к этим и многим другим вопросам сегодняшнего видео, как всегда, подробно и обо всем по порядку. На ваших экранах начало апреля 2024 года и мое новое приобретение – фаленопсис Sacrifice. Отсветший и уцененный фаленопсис по так называемой акционной цене. На момент покупки это было молодое растение с четырьмя вызревшими листьями и одним растущим и первым в его жизни цветением. Первый в жизни орхидеи цветонос был сформирован на дугу, но цветов на нем во время покупки уже не было. Визуальный первичный осмотр показал, что орхидея абсолютно здорова и не поражена насекомыми вредителями. На тыльной стороне листьев этой орхидеи виден пигмент, а это значит, что в прежнем месте произрастания орхидеи хватало естественного и искусственного цвета. Тыльная сторона листьев чистая, не содержит липких и кляксообразных включений, а это значит, что присутствия насекомых вредителей на орхидее нет. Все листья крепкие, целые, без механических и прочих повреждений. Это очень важно отметить, потому что далее к орхидее будут применяться все виды водных процедур. В понятии водные процедуры для орхидеи я включаю купание орхидеи под душем, опрыскивание и даже замачивание орхидеи целиком вместе с листьями под воду. Вот в таком виде в обрезанном полиэтиленовом пакете орхидея просуществовала несколько дней до пересадки. Я много раз показывала вам разные варианты и объясняла, почему можно действовать разными способами. Можно пересаживать орхидею сразу после покупки, если у вас созданы для этого условия и если есть хотя бы начальный опыт. И лучше не тревожить орхидею после покупки, а дождаться хотя бы начальной активации, если опыта у вас мало или его совсем нет, и если соответствующие физиологичные условия для орхидеи пока не созданы. Кроме того, пересаживая орхидею по своим правилам, я еще раз хочу показать вам, что все это не имеет главенствующего значения, если для орхидеи создать правильные условия для развития и роста. Итак, на ваших экранах апрель 2024 года. Орхидея несколько дней после покупки пришла в себя в новых для нее условиях и готова к пересадке. Здесь надо отметить, что на момент получения орхидеи из другого города, плотно в горшке она уже не фиксировалась, поэтому снять горшок с корневой системы орхидеи для меня не составило никакого труда. Практически всегда пересадку вновь купленного растения я произвожу в перчатках. Ведь в посадке вновь купленной орхидеи вас могут поджидать самые разные, в том числе неприятные сюрпризы. И абсолютно неизвестно, кто выскочит из горшка с орхидеи, когда вы этот горшок с нее снимете. Во избежание неприятных бегающих насекомых по голым рукам, я руки защищаю перчатками. После того, как я сняла горшок с корневой системы орхидеи, первое, что я делаю, это внимательно рассматривая субстрат, в котором орхидея росла ранее. Плесень на субстрате или на держателе для цветоносов меня нисколько не страшит, она лишь индикатор неблагополучности прежних условий. Изменив условия содержания орхидеи, вы устраните причину образования плесени и как следствие победите ее. А сейчас на ваших экранах источник всех бед орхидеи, по мнению большинства. И это торфяной стакан. Оставлять его или удалять? А как делаете вы? Напишите об этом в комментариях. Мой опыт показал, что допустимы оба варианта. Не так страшен торфяной стакан, как его молюют. Для себя я определила следующий алгоритм действий. Если торфяной стакан не очень закрыт корневой системой, если его можно безболезненно удалить, я делаю это. Я убираю торфяной стакан. Внутри торфяного стакана корни фаленопсиса могут быть самого разного цвета. Белого, желтого и даже коричневого. Это не принципиально. Главное, чтобы они были плотными. В данном случае торфяной стакан сохранил свою целостность. А это еще раз подтверждает, что орхидея в этой посадке растет не так долго. Если у вашей орхидеи так много корней, что из-за них достать торфяной стакан не представляется возможным, не усердствуйте. Оставьте его внутри. Уверена, орхидея от этого хуже не будет. Что делать с прежним субстратом? Можно ли его вторично использовать? Часто спрашиваете вы. Практически весь субстрат, который остается при пересадке орхидеи, я использую вторично. Если не для орхидеи, то для других растений в доме. В данном случае при пересадке освободилась очень хорошая кора. Она плотная и не распадается на составляющие. В ней не бегают насекомые и максимально, что можно для нее сделать, это прогреть ее в духовке или микроволновке. Я прогреваю в духовке, а пока я делаю это с корой, орхидея напивается. Мой опыт, мои правила. Удобно обвинять воду во всех проблемах орхидеи. Но вода не виновата. Какую цель я преследую в данном случае? Я хочу, чтобы виламен вне субстратных корней хорошо и полностью пропитался водой. Посмотрите на корни, которые росли вне субстрата. Как они отличаются от тех, которые росли в горшке? Они продолжают оставаться серебристыми, а это значит, что внутри виламина этих корней очень много воздуха и совсем нет воды. Посмотрите на процесс замещения воздуха водой. Об этом свидетельствуют пузырьки воздуха на корнях. Корни при этом зеленеют. А еще такие купания – прекрасный тест на функциональность корневой системы. Листья орхидеи буквально на глазах приобретают необыкновенный тургор. Орхидея мгновенно начинает восполнять недостаток воды в своих тканях. А я еще раз обращаю ваше внимание, что орхидеи с хорошим запасом воды в тканях гораздо проще пройти адаптацию к новым условиям содержания, новые посадки и новому уходу. Когда у орхидеи есть такой запас воды, все остальное для нее перестает быть принципиальным и существенным. Сухость и влажность коры для посадки, другие компоненты. Ведь я много раз вам говорила, что орхидея может благополучно развиваться в чем угодно, в любом субстрате и даже без него. Но если вам интересен разбор компонентов субстрата, которые мы применяем для посадки фаленопсисов, об этом есть отдельное видео. Ссылку на него я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В данном случае за основу субстрата я возьму кору, в которой орхидея росла ранее. И как всегда это будет посадка на фитиль. Больше года назад я рассказывала и показывала вам, как сделать фитиль из капроновых гольфов или колготок любого размера, любой толщины и любой длины для любых видов посадок орхидеи. С тех пор никакими другими видами фитиля я не пользуюсь. Я больше не покупаю бельевые веревки. Для каждой орхидеи я выбираю индивидуально и толщину фитиля и его длину, ведь все орхидеи разные. Вся корневая система этой орхидеи вместе с внесубстратными корнями прекрасно помещается в стандартный горшок диаметром 12 см, в котором я проделала большое количество вентиляционных отверстий. Фитиль, как всегда, буду размещать односторонне. Длину его вы видите на своих экранах. В последнее время практикую вентиляционные отверстия в стенках горшка разного диаметра. Чем ближе к дну, тем больше диаметр отверстия. Вопрос глубины посадки тоже не актуален, если ваша орхидея здорова. Ее можно как углубить в посадку, так и не делать этого. Если же у орхидеи есть какие-то проблемы в стволе или стебле, лучше в посадку ее не заглублять. Подбирая горшок, не усердствуйте с его размером. Помните, что он должен соответствовать размеру корневой системы, а не листовой массы. Все, что мне осталось сделать, это засыпать корни орхидеи подготовленным субстратом. В данном случае я подготовила субстрат из следующих компонентов. Кора из прежней посадки, кокосовые чипсы, небольшое включение пенопластовых шариков, кремниевита и сухого мха. Уже больше года дренаж ни в каком его виде я не использую. Это обусловлено тем, что низ горшка моих орхидей не контактирует с водой долго только во время полива. И вентиляционные отверстия позволяют низу горшка очень быстро просыхать. Я просто засыпала корни орхидеи субстратом рыхло, не утрамбовывая его. Обратите внимание на положение фитиля справа. Фитиль доходит до верха посадки и расположен односторонне. Корни прекрасно просматриваются через стенки горшка и касаются их. Посадка очень рыхлая и очень воздухопроницаемая, ведь мы помним, что корни орхидеи должны не только пить, но и дышать. Пересадив орхидею, я снова определила ее в обрезанный пакет с отверстиями. Для чего? Напоминаю вам, что пересадка этой орхидеи происходила в апреле этого года, а в нашем регионе в это время еще работает система центрального отопления. Атмосферная влажность воздуха в моей квартире не превышает 20-30%, а для быстрой адаптации тропического растения этого очень мало. Кроме того, этот пакет фиксировал листья орхидеи в нужном мне положении, в положении вверх. И именно внутри этого пакета орхидея показала свои первые результаты. Через 2 недели в центре розетки орхидеи появился домашний лист, а прежний недорожший лист продолжил свой рост. Изначально я думала оставить орхидею в этом пакете только на время адаптации, до появления первого листа. Но время шло, я начала практиковать опрыскивание орхидеи прямо внутри пакета, и вода застаивалась абсолютно везде, и в центре розетки, и в пазухах всех листьев. А орхидеи это очень нравилось. Через 3 недели таких опрыскиваний на обрезанном цветоносе фаленопсиса сакрифайс пробудилась меристема. А ровно через 2 месяца после пробуждения верхней меристемы у фаленопсиса раскрылся первый цветок. Таким образом, от момента покупки и до начала распуска первого цветка прошло 2,5 месяца. На ваших экранах распуск первого бутона 19 июня 2024 года. Как и у любого другого фаленопсиса с очень крупным цветком, первый цветок сакрифайс распустился немного неказистым. А вы знаете, что означает это название сорта? Сакрифайс. В переводе с английского название этого сорта – жертва. Наверное, производители подразумевали, что ради этого фаленопсиса любители орхидеи готовы на любые жертвы. Трудно поверить в то, что этот сорт раньше мне не особо нравился. Но увидев этот шедевр природы в своем уходе и в своем домашнем цветении, я не смогла в него не влюбиться. Он будто бы нарисован, и его хочется поставить отдельно, чтобы любоваться каждым его цветком. И не важно, где и когда любоваться этим цветком – на солнце или без него – цветок всегда выразителен. Ну а размер? Размер имеет значение. В начале распуска цветок диаметром 11 см. В конце, после формирования цветка, диаметр достигает 12 см. Я покажу это в дальнейшем. Не так давно на канале мы посмотрели видео сравнение двух фаленопсисов – азиатской Амазонки и голландской Викторио. Посмотрите, как смотрится Сакрифайс среди двух этих крупноцветковых фаленопсисов, диаметр цветка которых 12-13 см. Я настолько привыкла к этому полиэтиленовому пакету, что перестала замечать его. А тем временем на ваших экранах 1 июля этого года. Таким образом, орхидея адаптируется и растет внутри полиэтиленового пакета уже 3 месяца. Я сняла его, а точнее обрезала по высоте горшка, лишь когда орхидея достигла полного распуска. Цветок невообразимой красоты с невероятной палитрой благородных красок. Если у вас есть этот сорт и если вы также восхищены им, как и я, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а если такого сорта у вас нет, я вам искренне и от всей души его рекомендую. Я уверена, вы будете восхищены им так же, как и я. Есть сорта фаленопсисов, которым нужно искать определенный индивидуальный подход. Так вот, сакрифайс к таким капризным сортам не относится. Это очень стойкий и сильный сорт. А если учесть размер цветка после полного его формирования, то этому сорту просто нет цены. 12 сантиметров. Если у кого-то размер цветка этого фаленопсиса достигал больших размеров, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Из меристемы на обрезанном только что отсветшем цветоносе сформировалось ответвление с шестью огромными цветами. И все эти цветы распускались в невероятную летнюю жару. Практически каждый день в наш телеграм-канал поступают вопросы, связанные с проблемами орхидей от жары, солнечными ожогами и тепловыми ударами. И если эта тема для вас по-прежнему актуальна, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы еще раз поднимем ее. Но самое главное, о чем необходимо помнить, так это о том, что орхидеям точно так же, как и людям. Во время жары нужно больше воды и большее движение воздуха. Давайте еще раз вспомним диапазон оптимальных температур для выращивания фаленопсисов. И это температуры от 15 до 25 градусов Цельсия. Если температура в вашем помещении превышает 25 градусов, в этой комнате обязательно должен работать вентилятор. И вот полиэтиленовый пакет обрезан, и мы можем оценить состояние листовой массы фаленопсиса на момент полного распуска. Растущий лист при покупке слева, он вырос полного размера, не затормозил в развитии. Глянцевый лист справа уже домашний, он вырос во время формирования цветоноса и во время распуска шести цветов. Таким образом, у молодой орхидеи на данный момент шесть полноценных листьев. Воздушная посадка за несколько месяцев немного осела, и фаленопсис находится в посадке чуть глубже. За три месяца и внутри посадки, и от ствола орхидеи появилось большое количество новых, полностью домашних корней. Обратите внимание, в посадку этой орхидеи я совершенно не добавляла живой мох, а слева на поверхности субстрата уже видны ростки живого зеленого мха. Именно так работает фитиль в посадке орхидеи. Равномерно увлажняя субстрат, он позволяет мху прорасти. В данный момент фитиль берет воду со дна керамического тяжелого кашпо, в которое я вынуждена поместить орхидею с очень тяжелым цветоносом. Воду добавляю через верх с помощью лейки и не экономлю воду. Ведь сейчас орхидея находится в состоянии высшей активности. У нее растет абсолютно все. Растет новый лист, новые корни и орхидея цветет. Ну а теперь пришло время финального результата за три месяца. Фаленопсис sacrifice в полном распуске. И как бы я не хотела показать вам больше групповых съемок своих фаленопсисов, надо признать, что sacrifice лучше смотрится индивидуально. Этот сорт не для многосложных орхидейных полян. Этот сорт для индивидуального места. И если у вас все еще есть свободное для орхидеи место, я очень рекомендую вам этот сорт. Красивейшие фотографии процесса распуска этого цветоноса вы найдете в нашем одноименном телеграм-канале. Не забудьте присоединиться к нам в YouTube и в Telegram, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного.